А потом ты произносишь это слово, и все, Россия схлопывается, матка взрывается, многодетные семьи исчезают. Привет, просветители. Ну что, конец декабря, самое время подводить итоги. А в нашем случае вручить уже ежегодную премию Трэшанина года. Второй декабрь подряд это ежегодная. В прошлом году я выбирал самую отборную кринжовую мякотку из высказываний российских чиновников. То есть, как вы понимаете, претендентов на победу было много. А также школьных новостей и вообще всего, что относится к нашему образованию. Оставлю ссылку на этот выпуск в описании. В этом году говорить о школе бессмысленно. Победители и так очевидны. Разговоры о важном и Сергей Кравцов. Эти красавчики обеспечили меня контентом на полгода вперед. Поэтому сегодня поговорим о еще одной близкой для канала тематики. Демографической социалочке. Благо здесь за кринжатину отвечает не один министр. Не уверен, что это повод для радости, но все же. И еще одно нововведение. Премия становится народной. Победителя выбираешь именно ты. Я представлю номинантов. Расскажу, чем они отличились. Ничем хорошим. И оставлю в закрепленном комментарии ссылку на голосование в телеграме. Считаешь, что именно этот герой достоин победы? Уверяю, там каждый отстой... достоин. Голосуй и помоги выбрать настоящего чемпиона. В 2022 году сотни тысяч молодых мужчин уехали из России. Соглашусь, дышать стало легче. Но мы сегодня не об этом. Тысячи мужчин погибли на фронте. Товарищ майор, я никого не дискредитирую. Это официальная информация. Можно предположить, что все это вряд ли положительно скажется на демографической ситуации в стране в ближайшее время. Но, слава богу, российские чиновники знают, где собака зарыта, кто виноват и что делать. Правильно, виноваты аборты и чайлдфри. Что делать? Запретить. Даже упоминать о них. Ведь это самое опасное слово в русском языке. В общем, знакомьтесь. Наша первая номинантка Татьяна Буцкая. Татьяна не новичок на моем канале. Алды вспомнят. Пару лет назад я уже рассказывал о ее прекрасной инициативе налоги на бездетность. Сегодня, детишки, я расскажу вам сказку про блогера-миллионника, вырывание из контекста и новые налоги. За эти два года Татьяна набрала политического веса и из блогеров переквалифицировалась депутатой. Чужие дети так быстро растут. И теперь, когда снова заводит речь о чайлдфри, даже не пытается сделать вид, что ее слова вырваны из контекста. Скажем честно, у нее и в прошлый раз это не особо хорошо получилось. Ой, столько негативных комментариев. Людям, похоже, не понравилось мое предложение. Сделай вид, что я этого не говорила. Вот человек не любит детей, действительно не хочет их иметь, но вот есть действительно такие люди. Средства контрацепции существуют, но, понятно, зачем ему платить, если он не хочет? Прекрасно, не любит, пусть платит налог и не любит дальше, ну, не любит. Так, но платить должен при этом. Ну да, значит он, то есть он либо не любит детей, их рожает, либо не любит и платит за то, что он не любит. Это, как я понимаю, тоже не ваши слова. А, нет, они просто вырваны из контекста. Потому с каким упорством Буцкая пыталась доказать, что я такого не говорила. Мне уже тогда было понятно. Эддама пойдет в политику. Держать своих подписчиков вот прям за таких дураков, это прям талант. А талант не должен пропадать. И вот проходит два года. Татьяна приходит, по-моему, на ту же самую радиостанцию, но уже в новом статусе. Все сложно. И снова наваливает базы. Оказывается, само слово child free должно быть под запретом. И у нее на это пять причин. Ну, практически. Первая причина это... Во-первых, мы должны все эти англицизмы убирать. А вторая... Во-вторых, мы даже не должны рассказывать о том, что такое есть. Я была удивлена, когда впервые услышала, что такое child free. Хочу сказать, что вас очень легко удивить. Я еще до того, как познакомился с этим англицизмом, знал, что есть люди, которые не хотят детей по самым разным причинам. Мне объяснили. Да ты что? Этой идеологии не хочу иметь детей. Ты про это услышал? Ты начал думать. Да, это самое ужасное. Человек начал думать. Вопрос их семьи вообще голову стоит отключить. Гораздо круче, когда люди сначала приводят в этот мир ребенка, а потом... Опс, мне надо за хлебом. Значит, ты считаешь, что если есть термин, это, наверное, норма. Чего? Татьяна, я понимаю, что вы против того, чтобы люди думали. Но не до такой же степени. Очень многих, точнее не, у всех запрещенных вещей есть название. И что? Это значит, что они разрешены, и это норма? Нам теперь слово убийство запрещать? Огласите весь список, пожалуйста. Вы, наверное, думаете, что я сейчас здесь ерничаю и утрирую. Но нет, депутат Буцкая предлагает запрещать слова. Потому что есть слово, есть дело. Не, ну так-то если подумать, нет слов, нельзя вырвать из контекста. Итог. Довольная Татьяна. Надо убирать эти термины. Если это уже имеет название, значит это движение, к которому можно присоединиться. Нельзя. Так, господа, короче, убираем название всех террористических организаций. Раз есть название, значит можно присоединиться. Это Татьяна Буцкая сказала. А запрещает-то кто? Таня Буцкая? Человек, который за свои-то слова ответить не может. Сначала что-нибудь сказанем на огромную аудиторию, а потом тыц-тыц-тыц в кустике. Это вы мне запретите как-то себя позиционировать? Татьяна, вы сначала разберитесь, как термины работают. А потом уж запрещаете. Вы просто подумайте. Взрослый человек не имеет права называть себя чайлдфри. Татьяна, продолжайте. Люди порой подвергаются очень сильному репродуктивному давлению. Особенно женщины. И вместо того, чтобы часами объяснять особенности своего физического, психического здоровья, финансового состояния и в принципе жизненных ценностей, бывает гораздо проще сказать, я чайлдфри. Отвали, а. Но так делать нельзя. Вдруг кто-то еще задумается, а нужен ли ему ребенок. Вау, ответственное родительство. Запретить. Вообще, судя по всему, у Татьяны с логикой очень сложные отношения. Если вы еще не поняли. Ладно бы она верила, что пропаганда чайлдфри влияет на демографию. Но нет. Буквально через несколько секунд наша героиня сама и заявляет. Смотришь на цифры и видишь, что растет процент молодежи, который отвечает нет на вопрос, хочешь ли ты иметь детей. В результате что мы имеем? Процент женщин, которые не родили детей до 35 лет, он во все годы одинаковый. То есть вот это хочу-не хочу, когда тебе 18-20, оно лечится с годами. Просто с годами. Ты встречаешь человека, у тебя гормоны говорят. Все, я мать. То есть, чайлдфри на статистику не влияет, но слов надо запретить. Почему? Просто кринж. Ходят слухи, что если депутата отправить на необитаемый остров, не оставить там в гордом одиночестве, он еще несколько дней будет приставать к обезьянам-попугаям с криком «Запретить». От привычки так просто не избавиться. Пока одни депутаты со словами борются, заткните ушки. Другие нас от митингов защищают. Друзья, вторая номинантка Римма Утяшева. Не волнуйтесь, мужчин тоже будут. Да еще какие. Таким образом, в существующих условиях пропаганда сознательной бездетности, проводимой активистами движения Чайлдфри, ведет к деградации общественных институтов, вымыванию традиционных ценностных ориентиров, формирует обстоятельства для депопуляции населения, убеждены авторы поправок. Немного о деградации и вымывании ценностных ориентиров. В ночь 30 апреля на 1 мая в Красноярске прохожий обнаружил 5-летнюю девочку, которая бродила по ночному городу одна. Ребенок не смог ничего вразумительного о себе рассказать. Кроме того, что ее зовут Аня, а ее мама ушла за молоком. Вскоре сотрудники правоохранительных органов разыскали маму ребенка. Выяснилось, что накануне она вместе со своим сожителем употребляла спиртные напитки. По словам женщины, около часа ночи она отправилась в магазин за молоком. А когда вернулась домой, оказалось, что мужчина отпустил дочку погулять. Некоторое время они самостоятельно якобы искали девочку, а потом вернулись за стол и продолжили пить. Зато не Чайлдфри. В Вологде пьяная женщина раньше срока родила двойню и продолжила распивать алкоголь со своими собутыльниками. Дети появились на свет во время застолья. 36-летняя беременная не знала, что ждет двойню, а поповинно врожденным перерезал один из собутыльников. Кто-то из присутствовавших рядом и вызвал скорую. Люди просто радуются появлению детей. Но что тут непонятного? Можно быть и подобрее. 37-летняя многодетная мать из села Нижняя Ведуга 21 июня у себя дома, без медицинской помощи, родила мальчика, восьмого по счету ребенка. Из-за тяжелого материального положения, не желая его воспитывать, она решила от него избавиться. В ночь с 21 на 22 июня мать вывезла новорожденного в сумке переноски в безлюдное место и оставила в лесополосе. Что в этой ситуации радует? Первое. Женщина не представитель Чайлдфри экстремистов. Второе. Не аборт. Третье. Контрацепция грех. Но как же так? Ведь каждая женщина мечтает стать матерью. Об этом даже на разговорах о важном рассказали. Но вернемся к Риме Утяшевой. Мы свою идеологию должны воспитывать. Объяснять девушкам и юношам, что они неправы. Как жить без детей я вообще не понимаю. В какой-то степени считаю это болезнью. Здоровый человек разве будет отказываться? Отравили психологию людей. Не, ну если вы не понимаете, то безусловно стоит объяснить каждому человеку, что ему нужен ребеночек. А когда окажется, что кому-то не нужен, не беда, детские дома в стране есть. Вот вас когда-нибудь вызывали в полицию, потому что над вашей ученицей-пятиклассницей родители совершили сексуализированное насилие. Нет? А вот меня да. И знаете, начинаешь на мир немного по-другому смотреть. Каждому нужен ребеночек. Рима Утяшева не обманет. А вы своей ученице не помогали из школы пьяную мать домой тащить? Нет? Странно. Сразу же понимаешь, зачем детки нужны. Девушек, которые придерживаются такой позиции, Утяшева считает дурочками. Я их жалею. Где-то им не додали любовь. Куколам что ли мало было? Наверное, в кукол мало играли. Их, наверное, кто-то обижал, унижал. Вау! Вот это глубокая психология. Ты почему детей не хочешь? В куклы, наверное, мало играла. Если что, Рима Утяшева не просто депутат, а депутат с большой буквы. Именно она добивается законодательного запрета на идеологию чайлд-фри. Вот состарятся? Кому они придут? Куда они пойдут? Ну, ошиблись, деточки-девочки. Но еще не поздно. Бросьте вы это. Ну, показали себя. Займитесь делом. Ребенка рожайте. Вот это самое главное в жизни. Мы же знаем, что все пожилые люди всегда окружены заботой детей. Нет. Дамы, ну, мы все поняли. Показали себя и хватит, успокойтесь. Займитесь делом. Идите детей рожать. Ну и что, что не хотите? Нежеланный ребенок все равно счастье. Не, ну что, вы Риме Утяшевой не верите? Она вообще-то заслуженный врач Башкортостана. На вопрос, хватает ли социальных благ для того, чтобы женщина захотела заводить семью и рожать детей, Утяшева ответила так. Рай на земле не бывает. А раньше как рожали без благ. А что, само по себе рождение ребенка это не благо? У меня два сына, внук и внучка. Ради них живешь. Шутка про раньше в поле рожали, похоже, все же вышла из-под контроля. Народный избранник считает, что корень зла кроется в 90-х, когда молодежь росла без какой-либо цензуры. А многодетность понималась так, будто нищету разводят. Свобода. Слишком дана свобода. Ночные клубы были. Где-то в какой-то момент мы, наверное, упустили. Что? Сначала ты тыц-тыц-тыц в клубе, а потом чайлд-фри в подворотне. Свободы слишком много. Что смотришь? Иди рожай. Закон не против свободы. И чайлд-фри не есть свобода. Идеология одна. Рожай детей. А то, что они будут выходить, орать, не рожайте, это плохо, то это уже нарушение закона. А там уже примут или штраф, или... Конечно, мы не расстреляем, простите. Будем лечить, учить, что ты не права, девушка или мальчик. Резюмировала спикер. Не, ну здесь уж совсем много свободы. Даже расстреливать не будут. На запад явно насмотрелись. А вот попытка лечения человека, который не хочет становиться родителем, это отличная идея. Римма, а вы точно врач? Что касается наказания, она отметила, что арестовывать и сажать не будут. Планируется запретить большие демонстрации, большие митинги. Бить никого не будем, не переживайте. Слушайте, аж от сердца отлегло. Не расстреливать, не бить. Свобода-то какая. Огромное человеческое спасибо. Еще бы хотелось узнать, что это за большие митинги и демонстрации чайлдфри. У Тяшева точно в России живет. У нас только один может быть митинг. В поддержку Путина. Хотя, возможно, это просто Римма буквально грудью встала на пути оголтелой толпы чайлдфришников. Если бы не она беспорядки в каждом крупном городе. Римма, еще раз спасибо. Следующий номинант и снова медик. Буцкая, кстати, тоже врач. Что у них там в вузах происходит? Встречайте, Елена Шабалина, организатор проекта Тюменская область за рождение. В Тюменской области врачей будут учить отговаривать женщин от абортов с учетом традиционных ценностей. В смысле, не готова к рождению ребенка? А традиции зачем? Ну, ты сначала роди, а потом, если что, в лесок отнесешь. Что, первый раз, что ли? О каких абортах может идти речь сейчас? Когда в связи с последними событиями, в спецоперации, выполняя свой долг, защищая родину, защищая наше будущее, гибнут наши воины, солдаты и офицеры. Мы теряем людей. Тут не поспоришь. Стране нужны новые солдаты. Ну-ка быстренько в роддом. Топ-топ-топ ножками. В смысле, не хочешь отправлять сына на фронт? Батюшку послушай. То, очевидно, ребеночек у нее будет не один, а больше, в большинстве случаев. А значит, ей не так больно и страшно будет, соответственно, с ним расставаться, пусть даже на время. Ну, традиционные же ценности. Мы должны защитить свою землю, свою историю, свои идеалы, народ, защитить будущее. А для этого нужно беречь и защищать жизнь не только рожденных детей, но и жизнь детей до рождения. Добровольные аборты необходимо срочно ограничивать, заявила Шабалина. Странно, что дальше Елена ничего не сказала о детях, уже находящихся в детских домах. Хотя, чего тут странного? Нам историю защищать надо. Главное, что будущий защитник появился. А то, что родители отправили в детдом, все равно потом в армию попадет. Пути в армию неисповедимы. Так, со словами боролись, митинги под контроль взяли, о будущих солдатах позаботились, осталось только пропаганду остановить. И снова знакомые все лица. Ирина Волынец, уполномоченная по правам ребенка Татарстана. Уже как минимум пару раз в роликах появлялась. Уполномоченная по правам детей в Татарстане Ирина Волынец назвала пропагандой Child Free призывы брать животных из приюта. Динь-динь-динь, похоже в нашей трэш-гонке наметился-таки фаворит. И да, эту новость про приюты мы здесь еще в середине года обсуждали. Волынец считает, что демографическая безопасность страны и так под угрозой. А эфирное время или баннеры на улице тратятся на призыв заботиться о животных, а не на рекламу, направленную на повышение демографии. Ну че ты как неродная? Ну ради хоть одного. Ну пожалуйста. Ну одного. И что, что нет уверенности в завтрашнем дне? Ну на Биллворд посмотри. Какие детки счастливые. А мама как улыбается. Не хочешь? Покоим ее. Вот представьте, на кого направлена эта реклама. Она направлена на всех абсолютно людей, которые перемещаются по улице. У нас есть более важные проблемы. Я не понимаю, почему время тратится на рекламу того, что нужно взять животных из приюта. Но при этом мы не видим плакатов, где изображена счастливая многодетная семья. Где написано, что семья это лучшее место на свете. Пояснила чиновница. Ща все будет. Подождите. Многодетная мать из Казани избивала полуторагодовалую дочь. А затем выставила ее в легкой одежде на балкон. Видеозапись издевательств женщина отправила гражданскому супругу. Таким образом, она мстила ему за то, что он оставил семью. Напоминаю, все хотят деток. Каждая женщина. Любой мужчина. Сколько человек лишили родительских прав? Очуметь. Им, наверное, просто на разговорах о важном. О счастье материнства не рассказывали. И последний, но не по значимости претендент Дмитрий Певцов. Наконец-то и мужчина скажет свое веское слово об абортах. В смысле нет матки, нет мнения. Мои подписчики в Телеграме знают, как я люблю Дмитрия. Очень сильно. Очередной депутат предложил запретить аборты. Павел, что в этом удивительного? Подождите. Когда речь заходит об аборте, свой тон порой меняют даже самые ярые пролайферы, если беременность наступила в результате изнасилования. Но не Дмитрий. Человек-скала. Изнасилование? Я много чего видел в своей жизни. Господь не по силам испытания не дает. Мы все в руках Господа. И то, что с нами происходит, даже, казалось бы, самое страшное, происходит на благо нашей души. Всегда. А вот как мы пройдем это испытание, это другое дело. Понимаете, Дмитрий много чего видел в своей жизни. И поэтому он уверен, что и ты с нежеланным ребенком отлично справишься. Изнасилование тебе на благо. Ну и что, что ты атеистка? Все на благо. Все на благо. Я против абортов. Нельзя убивать детей. А заявление женщин «Мое тело, мое дело» — это последствия западной идеологии «Живи для себя», которая в нашей стране привела к чудовищной демографической яме. Это не их право. Абсолютно точно. Рассказал ли Дмитрий, как будут жить дети, которые появились на свет только потому, что у нас демографическая яма? Я вас умоляю, что за глупости? Да и, в принципе, жизнь очень сильно переоценена. Вот так как наши умеют любить, дружить и умирать, это, конечно, да еще в таком количестве. Так это ни печально, ни страшно. Да и такого количества святых нет ни в одной стране мира. Вот, наверное, в этом наша сила, в том числе и отличие от всего мира. Что ж, вот они наши герои. Ну, кто, на ваш взгляд, больше достоин трешанины года? Да, я понимаю, что все, но придется выбрать только одного. Переходи по ссылке в закрепленном комментарии в Телеграм. Там уже готово голосование. Выбери своего фаворита. Награды должна найти героя. Ну и пока вы еще не ушли, напомню, что обязательно нужно поставить лайк этому видео, если оно, конечно, вам понравилось. Так, его видят больше людей. Кроме того, я выражаю огромную благодарность всем моим замечательным бустерам, самых топовых товарищей. Вы сейчас видите на экране. Если вы хотите поддержать мой канал, то милости прошу, я буду очень благодарен. Ну, а я встречусь с вами уже в следующем году, в следующий же понедельник, в 17.00 по Москве. Всем хорошего дня и счастливого Нового года.